На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как надо воспитывать детей, чтобы не остаться одному в старости? Я думаю, что, прежде всего, воспитывать детей нужно с любовью. В Ветхом Завете, в книге притчей Соломоновых, есть такие слова «наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душой твоей». Ну, представляет о себе такой отец, который берет ремень, наказывает своего сына, бьет его. Это неверное представление. Конечно, здесь речь идет не о том, что родители должны быть какими-то жестокими, злобными. Наказание — это не обязательно физическая боль, которая причиняется ребенку или вообще какая-то ругань. Наказание — это научение. Исконный смысл этого слова — наказ. Когда вот что-то, какое-то поучение, какое-то знание кому-то передается. Это вовсе не обязательно должно быть связано с каким-то взысканием. И вот в этом смысле, конечно же, мы должны наказывать своих детей, передавать им все самое лучшее, самое доброе, все то, чему мы сами научены, что мы сами умеем. И не только словом, но и делами, поступками быть примером для своих детей. И если мы почитаем своих родителей по заповеди Божией, почитая отца и мать, если мы по-доброму относимся к своим предкам, если мы даем всю любовь нашим детям, то тогда у нас есть все шансы, что наши дети, когда вырастут, будут повторять этот пример, который мы им дали. Можно тысячу слов сказать человеку, и безрезультатно, если видно, что это фальшивые слова, если мы сами не живем этими словами, но можно даже ничего не говорить, а просто своим образом жизни показывать какой-то хороший, добрый пример. И вот этот пример перенимается. И будем именно вот так с любовью, с самоотдачей воспитывать своих детей, показываем пример почитания собственных родителей. И вот тогда у нас есть надежда не остаться одному в старости. Дети действительно будут отдавать тот долг, который мы постарались в них вложить.